Ваш. Сейчас мы вам объясним, что в центре урагана всегда спокойно, чтобы вы знали, безопасно. Ира? Я в этом не уверена, поэтому я вас спрашиваю. Роман, а тут пишут, что вы экстремист, что ли? Ой, ну тут какая-то волна. Вот Анатолий Шарий говорит, что вы экстремист. В прокуратуре говорит. Может быть, с Испанией виднее и лучше он воспринимает ситуацию. Но на самом-то деле, слушайте, любой человек, который занимается какой-то публичной деятельностью, я думаю, сотрудники Эхо Москвы на себе это знают прекрасно. Время от времени на вас всякие помои выливают. Ну, теперь вот моя очередь. В части того, что экстремист не экстремист, я за свои слова всегда отвечал, отвечаю и не собираюсь ничего отказываться. А выдвинули эти претензии мне, это, кстати, очень интересно, нарезали фрагментов моих публичных выступлений в Киеве, в Москве. Эту фразу я говорил на Эхо Москвы последних, наверное, 8 лет. Вот сколько вы меня приглашаете, столько я и говорю. И звучит она очень просто, что любой российский солдат, который с оружием в руках пересек границу с Украиной, он будет убит, уничтожен. Однажды даже 24 августа был в таком возбужденном состоянии, даже сказал фразу, как бешеная собака. Может быть, это был перебор. Согласен, в части собаки, животное здесь ни при чем, но в части смысловой абсолютно готов повторить это снова. Но дело в том, что российские пропагандисты, к которым относятся, в том числе человек, про которого вы упомянули. Вы его не называете, что ли? Он, а я у Владимира Путина научился. Он давно в России работает. Он забывает вот эту первую часть. А ну все-таки, согласитесь, в данном контексте важно. Вот когда меня называют, вот он русофоб. Блин, ну чего? Почему же я русофоб? Во-первых, Мария Владимировна, Дмитрий Сергеевич Песков и, по-моему, нет, Путин вроде так еще не заявлял, но чувство, может, даже сегодня скажет. У него сегодня вот на общении с людьми. Россия зовет, раньше он на форуме Россия зовет, говорил, чтобы мы были вынуждены защищать русскоязычных Крым и на Донбассе. И вот сейчас он скажет, что никакого вторжения не будет. Не так, он уже сказал. Вот сейчас прямо. Вот уже сказал. Я вам сейчас скажу. Владимир Путин, президент, заявляет о воде войск России на Украину, говорит ли еще в начале года, но этого не случилось. Дело не в воде войск. Надо наладить отношения. Если удастся, то угроз никто испытывать не будет. Прямо сейчас заявляет в прямом эфире Владимир Путин. Говорили, в начало года не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска. Не водить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности, сказал Путин. Поняли? Ну, как-то очень замысловато. Но кажется, я хоть и не сотрудник пресс-службы Кремля, я почти угадал смысл, что он не сказал, что этого не будет. Он пока размышляет. Но, тем не менее, получается, что обвинения в адрес, в адрес экстремизм, в части экстремизма, они абсолютно не обоснованы. Потому что никто из официальных лиц. Российская армия всегда управляла, управляет и, наверное, будет управлять российское руководство. И именно российское руководство будет говорить, кому, когда идти в отпуск и куда. Самое важное, если надо, то и на Донбассе. Хорошо, Роман, а если я вам скажу, что любой украинский солдат, который пресечет границу Украины с Российской Федерацией, будет убит, и не будем обижать бешеную собаку. Вы нормально это воспримете? Вообще-то да. Слушайте, вообще-то, нет, не вообще-то, а точно да. Потому что солдаты любых стран, они должны защищать свою страну, свою родину. В данном случае, конечно, вот тот, кто из Киева у нас или из других украинских городов скажет, а как же Крым, а как же Донбасс? Ну, по сути, мы этот вопрос выносим за скобки в этой дискуссии, потому что руководство Украины, я не знаю, предыдущее и сейчас, все говорят о том, что политика, дипломатический способ урегулирования конфликта, Крым наш, Донбасс наш. Не так. Крым это Украина, Донбасс это Украина. У нас нет заявлений на тему, что мы огнем и мечом будем что-то освобождать. Поэтому эта формула, она абсолютно справедлива. Ну, смотрите, есть еще одна история, есть зона Донбасса, части Донбасса, или, как у нас принято говорить, отдельных районов Донецкой и Луганской области. Вот вы правильно говорите. Да, да, я правильно говорю, я за президентом повторяю своим. Он понравился. Все учитесь у Владимира Путина, я поняла. Да, да, видишь, а он очень успешный, видишь, и поэтому его... Вот, вопрос вот в чем. Там существует вооруженное формирование. Из граждан Украины в том числе. И даже я бы сказал, что большинство их, насколько я знаю, да, людей с оружием в руках на территории, не являющейся регулярной армией Украины, а это территория Украины, да, вооруженное формирование, да. И, насколько я понимаю, все застряли вокруг вопроса об амнистии, что с ними делать. Насколько я понимаю, может, как вам видится? Слушайте, я вообще не боюсь слова амнистия. Вы, кстати, очень сейчас тонко прошли, потому что вот обычно однажды вы даже в этом контексте сказали, что у нас гражданская война, а я... Ну, сейчас вы этого не сделали, а я бы вам, конечно, пора поняли. Я вам могу еще раз это повторить, потому что вы человек молодой и не учились в школе по советским учебникам, где события 1918-1920 годов, 1918-1920 годов, гражданская война и иностранная интервенция. То есть было и то, и другое. Я просто обращаю на это внимание. Не знаю, вот под Новой Каховкой, там где вот этот канал Крымский проходит, там есть памятник героям гражданской войны, про интервентов там ничего не сказано. Так вот, что касается, ну, скажем так, комбатантов среди... Давайте называем их комбатанты, комбатанты, я называю их вооруженные отряды сепаратистов. На самом-то деле, если совсем четко, эти люди, это называется коллаборционизм, потому что эти люди, вот вы сказали, с оружием. Да, с оружием, я сказал с оружием. А вот вы не сказали, с чьим оружием, потому что это ключевой момент. У нас я... Нет, что с людьми, меня железо меньше волнует. Они могут быть автоматами УЗИ. Послушайте, автоматов УЗИ там нет, это вот важно. Там все-таки автоматы Калашникова, танки и артиллерия, и даже был однажды как минимум один БУК. Два. Ну, как минимум один был, есть там версии, что их было больше. Два БУК, да. Ну, хорошо, давайте про людей-то все-таки. Спасибо, про БУКи. А то, вы знаете, я думаю, что вы согласитесь, что российские БУКи без команды в отпуск не уходят. Конечно, безусловно. Что касается людей, есть Минский комплекс мер, там написано слово амнистия. Никаких проблем я здесь в этом не вижу, потому что мы рассматриваем Минские соглашения как реинтеграцию этой территории. Кто-то ошибся, кто-то посмотрел дебильный, извините, российский телевизор. Если у человека на руках нет крови, если он не пытал, как в концлагере изоляции, если он не убивал, то, ну что, возвращайтесь к мирной жизни. Но стрелял. Ну, то есть он пошел на военные действия. Мы же говорим о комбатантах, подождите, мы говорим о комбатантах, да, давайте, мы не говорим о мирном гражданском поселении, да. Я хочу понять позицию, да. Ну, я все-таки не государственное лицо. Нет, как вам кажется. Мне кажется, будет очень просто. Если наступит этот момент, который пока не проглядывается до оккупации этого региона, самые отмороженные люди, которые вот по локоть в крови, они все переедут в Российскую Федерацию. И здесь, ну, чем-то будут заниматься, может быть, лягут на дно и про них никогда не вспомнят, как о Плотницком, например. Ну, или будут совершать какие-то преступления. И таких случаев очень много, когда люди с оккупированной части Донбасса приходят, здесь творят какой-то беспредел. Просто об этом почему-то не принято говорить. Основная часть, они останутся, и они будут амнистированы. Просто эта амнистия, она будет проходить не так вот, как требует Владимир Путин. А как требует Владимир Путин? А, он говорит, надо всех отпустить, и чтобы они еще руководили эти люди этим регионом. Ну, там же комплекс мира, он такой очень написан, так можно трактовать это по-разному. Позиция Украины очень проста, если не вчитываться в эти пункты. Этот процесс должен вести к реинтеграции региона в Украину. То, что предлагает Владимир Путин и, соответственно, российская... То есть, друзья, регион, это не только земля, но и люди, правильно? Ну, конечно. Это не просто земля, это люди. А, понимаете, тут нет никаких шансов пока такую позицию, как сейчас занимает Россия, они говорят про какие-то республики. Вы не знаете, про какие они республики говорят? Я не знаю. Я не знаю, я знаю, что госпожа Нуланд, замгоссекретаря США, улетая из Москвы, сказала, что у Донбасса должна быть отдельное, как она сказала, юридическое чего-то такое, ссылаясь на Минское соглашение. То есть, отдельный юридический статус. Не знаю, где она сказала. В аэропорту. Может быть, вам как-то сказали. В аэропорту лично. А что она имела в виду? У нас, понимаете, у нас не субъекты, у нас не федерация, у нас каждая область, у нас у всех свой статус, свой... Слушай, слушай, а вы в МИД Украины не перейдете, нет? Там зарплата маленькая. А, хорошо. Потому что ведете себя как дипломат. Я скажу по-другому, Байден продал Украину? Конечно, нет. Во-первых... Я послышу такие версии, что администрация Байдена сдала в Донецк в обмен на Кабул. Ну, Россия поможет с Кабулом, и Байден не будет вмешиваться в Донецк. Алексей Алексеевич, простите, а зачем Америке что-то обменивать, если из Кабула они уже ушли? Нет, нет, они просят, и мы знаем, что они просят Россию помочь создать аэропорты подскока, логистические линии. Мы это же хорошо знаем. А еще они говорят, что в случае российского полномасштабного вторжения подарят нам вертолеты, которые планировались для Афганистана российские. Кто говорит о ней? Американская сторона. Американская сторона, да нет, просто вы говорите, они все знают. Плюс стингеры, причем, вы знаете, это так интересно, начали у нас появляться сообщения о том, что 50 вертолетов пролетели где-то там в районе Таганрога. Таганрог, многие считают, что это наш, ну, в принципе, да. Да-да-да-да-да. Но смысл в чем? Я не претендую, не подумайте. Это забавно. Вот, они пролетели, и в это же время из-за океана приходит Депеша. А может дать им стингеры? Как вы думаете, совпадение ли это? Я думаю, что вряд ли. Поэтому вот эта постановка вопроса, она, знаете, она некорректна. Потому что американцы не могут нас слить, продать или еще что-то. Обменять? Слушайте, вы не можете поменять. Вы хотите сказать, что поменять, и слить, и продать можно только свою собственность? Конечно. Спасибо, Ирина. То есть вы не считаете, что Украина собственность, там, Америки, Запада, не знаю, Евро чего-нибудь? Вы знаете, в России часто любят говорить о внешнем управлении. Мне иногда кажется, что было бы неплохо, чтобы она с местами была. А вот его нет. Вот пример. Сейчас мне скажут, что ты не любишь нашего президента. У нас есть заявление. В нашем смысле Зеленского. Мы про него еще поговорим. Президент Украины сейчас это Зеленский. Мы гражданин Украины. Напомним нашим слушателям. Роман Соболев. Которые сейчас в шоке там пребывают, наверное. Если что, Роман украинец. Да, да, у меня есть справка, есть и документ. Справка СМИ до России, что важно. Кстати, президент Зеленский не объявлен иностранным агентом. А то уже потянуло. Сказать. Да. Так вот, что? Так вот, с нашими... Партнерами западными. Вы не считаете, что это собственность? Дело в том, что, смотрите. Внешнее управление. Вот Зеленский и Байден. У них есть недавно, уже 90 дней назад, было общее заявление, на тему, что мы должны срочно назначить главу специальной антикоррупционной прокуратуры. Верно. Блин, и нету этого, понимаете? Я вот думаю, ну как это так? Наши американские друзья говорят, и стингеры вам, и все вам. Украину мы не суверенитет, никогда не признаем аннексию Крыма. И вот они еще добавляют, изберите себе наконец-то специального антикоррупционного прокурора. Нет его? Блин. А я вот думаю, было бы неплохо, чтобы избрали его. То есть независимый прокурор, да, вот такой по самсонской системе. Ну, тот, который не подчинен президенту. Да, независимый прокурор. Да, причем, что самое обидное нам, гражданам Украины, что примерно подобный подход был и у предыдущего президента, который тоже как бы говорил, что да, мы там с коррупцией будем бороться. Но вот местами, вот многие критиковали украинскую власть за это, и в том числе за океаном. Роман, вот мы так легко говорим, но сейчас довольно серьезно, во всяком случае, на многих и украинских, и российских каналах, я понимаю, что это не политики, тем не менее, довольно нервно обсуждается как бы стягивание российских войск к российско-украинской границе. Сегодня ваш министр иностранных дел сказал ужас 115 тысяч уже, еще вчера их было 94, если мне не изменяет память. Вот вы за этим наблюдаете не из Киева, а из Москвы. Чего вам понятно в этой истории, чего вам не понятно? Я думаю, это классический вариант инфодемии, вот когда набрасываются информационные сообщения, и все должны бояться. На самом-то деле, с 2014 года, по всему периметру Украино-российской границы, плюс оккупированный Крым, передисрацированное какое-то гигантское количество российских воинских частей, которые постоянно находятся на границе с Украиной. Российское руководство, Сергей Кожугетович сказал, что это на всякий случай, чтобы НАТО не прошло. Но что-то мне подсказывает, что это не против НАТО, а против нас. Самые ударные и ядреные российские части, они базируются в Ростовской области, это там 150-я дивизия, ее воссоздали, это не военная тайна, если что, там 8-я армия. И вот, кстати, вот этим подразделениям, которые я перечислил, им и подчиняются российские группировки на оккупированной части Донбасса. Ну и там дальше мы идем туда вот вверх, нет, сначала вниз Крым, сколько там было развернуто воинских частей на оккупированной части, и, соответственно, дальше, что у нас там, Воронежская область, Сомалинская, Брянская, и еще одна там вот возле Харькова, сейчас Белгородская область. Вот там вот на постоянной основе базируются различные воинские подразделения, и там и танки, и артиллерия, короче, там есть все. И, по сути, вот эта угроза, она никуда не девалась, поэтому живите спокойно, чистите пулеметы, тот, кто должен это делать, я говорю об украинских военных, учите стрелять с танков метко. А граждане должны платить налоги, военно-промышленный комплекс должны ставить на все танки приборы ночного видения. А, по-моему, это они уже сделали, то есть тут уже все хорошо. Ну, то есть это что, это политическое давление на сегодняшний день для чего-то, для чего мы не видим, но для чего-то, да, с вашей точки зрения? Мне кажется, все, извините, по Путину. Тут у вас, в отличие от нас, все четко. Президент России сказал своим послам, в смысле российским послам за границей, держать Запад в напряжении, он его и держит в напряжении. То есть это не вас в напряжении, не Украину, а Запад? Ну, бомбить-то будут нас в случае чего. А напряжение держит их. Ну, не, ну, видите, это такая интересная тенденция. В 2014 году, особенно я вот помню 1 марта 2014 года, когда в Совете Федерации давали разрешение Путину вводить войска, то ощущение было, вот у меня, что вы объявляете войну США, но бомбить и долбить из артиллерии из Ростовской области начали по нам. Поэтому нам тут надо быть очень... Ну, вы же понимаете, что Путин, я думаю, что вы это знаете, как журналист аккредитован, при Владимире Владимировиче, в том числе... При МИД России, извините. Да-да-да, при Сергею Викторовичу, вот он сейчас тоже выступает и говорит, как подтягивается техника НАТО в Донбассе. Вот, сейчас прям говорит. Да-да-да, он говорит, цитирую Лаврова, при котором вы аккредитованы. «Поближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине у линии соприкосновения в Донбассе аккумулируются все большие силы и средства при поддержке нарастающего числа западных инструкторов. Против Донецка и Луганска применяются прямо запрещенные минскими договоренностями тяжелые вооружения, включая беспилотники, мы просто не имеем права исключать, что киевский режим сорвется на военную авантюру». Конец цитаты. Это было 4 минуты назад. Ну, Сергей Викторович на самом-то деле повторяется, потому что вот эти вот фразы он уже повторяет 7-й или уже 8-й год. Из нового у него появилась украинская военщина. Вот этого в лексиконе не было. Теперь, что касается вооружений. НАТОвского, особенно военной техники, мне неизвестно. Хотя нет, у нас там хаммеры есть. Противоартизмский. Значит, вы только что скажете, вам все дарят и предлагают. Послушайте, про Стингера и вертолеты говорили, но это вообще не. Турецкие беспилотники, вы забудьте, Турция – страна НАТО. Алексей, я попрошу. Не турецкие беспилотники, а украинские беспилотники. Купленные в Турции. Ну, они же наши. Ну, то же самое, вот эта самая техника стран НАТО. Правильно говорит Сергей Викторович? Она же техника страны НАТО. Возможно, я сейчас заработаю премию от Министерства иностранных дел Украины, но я Сергею Викторовичу сказал бы следующее. Вообще-то, эти все передвижения воинских подразделений осуществляются на украинской суверенной территории. Это наш дом, мы никуда не наступаем, не отступаем, мы там живем. До побачения. Подождите, а вот то, что вы сейчас рассказывали про российские военные, которые вот всю дорогу там, да, столько лет, они же тоже находятся на территории своей страны. Что хотят, то и делают. Где хотят, там ставят военных, танки и что угодно. В чем тогда здесь разница? Вдоль границы с Украиной. Наверное, разница в прецеденте. Я правильно это слово сказать? Да, в прецеденте. Да. Потому что вот были случаи не так давно, когда общепризнанную мировым сообществом границу российская армия перешла. Поэтому все настолько переживают и боятся. Я не думаю, что кто-то в трезвом уме, российскую пропаганду мы сейчас не рассматриваем, может предположить, что украинская армия перейдет границу России для того, чтобы что? Бомбить Воронеж? Это ваше прерогатива. Ну и тем более, я возвращаюсь к началу нашего разговора про бешеных собак. Это правило, оно действительно распространяется на всех, на всех оккупантов. Мы же не оккупанты, в отличие от некоторых. Я все-таки хотел бы понять, насколько вы серьезно считаете возможным, что в нынешней внутриполитической истории украинской, мы ее плохо знаем, а вот то, о чем говорит Лавров, но не в таких словах. На том, что силовое решение, как вы сказали, реинтеграции вот этих районов мятежных, давайте назовем их так, где находится, как вы говорите, российское вооружение. Насколько вы считаете, что нынешнее политически киевское руководство готово на это как тут сорвется? Я читаю, он за министром, сорвется. Ну, здесь вы уже можете получить грамоту от российского МИДа, потому что когда говорите о мятежных регионах, значит, на самом-то деле я такую опцию исключаю. Во-первых, нам неоднократно говорили, что попытка освободить вооруженным путем Донбасс закончится ликвидацией украинской государственности. Это я цитирую Владимира Путина, который отвечал на вопрос депутата Госдумы уже, нет, Евгения Прилепина, когда он находился в Донецке. То есть вы предпочитаете получить грамоту от Путина. Так дальше, хорошо. Так, это первое. Во-вторых, ну, то есть я к тому, что мы сразу столкнемся с вот этими воинскими подразделениями, которые сейчас в Ростовской области находятся. Да, это уже не шутки, да. Это понимают все, и мы в том числе. То есть разница военных потенциалов Украины и России, она понятна. Это что касается непосредственно войны, что касается внутренней политики. Вы прекрасно отдаете себе отчет, что если будет украинская операция по освобождению Донецка, то я не знаю, сколько людей умрет, погибнет. И я вам хочу сказать, что да, вот украинцы никогда не признают аннексию Крыма, аннексию Донбасса. Но вот если сейчас скажут, что давайте как Азербайджан заплатим 3000 украинских жизней для освобождения этого региона, ответ будет нет. Не на дом. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, на краткие новости, небольшую рекламу. Я напомню, что эта программа персонально ваш, и персонально ваш сегодня, и персонально наш тоже, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН Роман Цымбалюк, который как-то, мне кажется, не ожидал, что он персонально всем сегодня рассказывает. Вот вы можете смотреть нас в Ютубе на канале Эхо Москвы, там же в чате писать свои вопросы, сообщения, еще пользоваться номером плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. В общем, мы через несколько минут вернемся, еще поговорим про завтрашний день. А то на завтра там какая-то дата назначена интересная Зеленским. Сейчас поговорим об этом. Да, удачно, конечно, Путин сказал про переизбрание прям ровно за минуту до начала новостей. А я просто не уверен. Да, это вы уже просто... Ну, он ничего, слушай, но он всегда говорит... Ничего он не сказал. Слава вы это, а тебе это зачем? Придет время, я скажу. Разве тут возможный вариант? Можно же перестроить систему управления. То есть по Назарбаевскому принципу? Нет, союзное государство. Я, например, пока деньги ставлю на этот. Я спорю уже с людьми на небольшие суммы. Не с вами, нет. Нет, не с вами. Нет, 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 не с вами. Я в части денег все помню. Нет, нет, не с вами. Нет, нет, я просто подумал, где Александр Григорьевич здесь, в этой вот... Ну, здесь, а не здесь. Видели, как перемонтировали его интервью для Белорусского канала? Это так смешно. Это с СНЕ, с этим самым? С СНН, да. Открываешься? Да. 15.34 в Москве. Продолжается программа «Персональный ваш». Алексей Венедиктов, Ирина Воробьева. У нас гостях шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Роман, конечно, все довольно бурно обсуждали, прежде всего, украинские СМИ, но и российские тоже, заявления президента Украины Зеленского о том, что на 1-2 декабря был намечен государственный переворот. Он про это знает. И вот, вы вот сидите здесь, как и я, я имею в виду в Москве, вот когда это услышали, вот чего вы подумали? Я, правда, был в Тюмени, я был далее, еще подальше от них. Давайте только честно, Роман. Да. Чего вы подумали? Вот вы наблюдаете же за свои страны? Я подумал, блин, 1-го декабря Пуча у нас будет, а я в Москве, а не в Киеве. Наверное, было бы интересно на это посмотреть. Но если серьезно, то вообще вот эти вот заявления, они же присущи демократическим государствам с демократической формой правления, где власти, конкурируя с оппозицией, они пытаются показать, что они есть лучше, чем другие. И поэтому вот даже мы используем слово не переворот, а пуч, потому что, знаете, это такой наш, ну, своего рода новояз политический. Ну, это как вот в России не разбился самолет, а жестко приземлился. Или не взрыв, а хлопок. Ну, вот это вот из этой области. А у нас пуч. У нас пуч. Ну, во-первых, служба безопасности нам сказала, что этих пучей было, сколько, 40 уголовных дел они завели. То есть, это Ока Государева смотрит за всем. Поэтому я думаю, что завтрашний пуч мы переживем тоже. Тут интересно, что там была упомянута фамилия Ахметова. Вот я хотел бы, чтобы вы объяснили нашим слушателям, в чем тут вообще история, потому что нам пишут, да, это что, Новый Юкос, Ахметов-Ходорковский? Вот у людей же возникают параллели. В чем там дело? Можете рассказать? Вы знаете, чтобы вот проводить такие параллели, нужно все-таки подождать, потому что украинские реалии, они другие. Немножко Ахметов пережил ни одного президента, и я не уверен, что этот тренд изменится сейчас. То, что у них там некоторая заруба с властью, это понятно, потому что они там немножечко хотят, чтобы бизнес Ахметова больше платил в казну. Насколько я понимаю, они там подняли тарифы на железные дороги, там пользование рудой. Ну, в общем-то, это касается денег, бизнеса, потом приняли вот этот антиолигархический закон, что, может, какую-то диссонанс вносит. Но на самом-то деле, я вот, когда услышал фамилию Ахметов, что он с людьми, которые на оккупированной части Украины замышляют что-то против нашего... Я напомню нашим зрителям, что прослушка была на территории Крыма, то есть неподконтрольная в тот момент украинской власти территория. Я, если честно, думаю, что вот при всей вот этой вот яркости украинской политики у нас у всех чувство самосохранения есть. Почему я скептически к этому отношусь, что с россиянами Ахметов мог что-то делать? Да потому что, извините, но Кремль, Владимир Путин и все остальные должностные лица России, они ограбили наших олигархов, оккупировав Крым и Донбасс. Вы знаете, сколько активов было потеряно тем же Ахметовым, например, в Донецкой области? Теперь там, где раньше, кажется, Шакира выступала на нашем Донецком стадионе, то теперь там козы пасутся. А человек, который так много инвестирует в футбол, для него это обидно, да? И вот он может куда угодно полететь, а в Донецке ему дорога закрыта. Ну и аэропорта там уже, кстати, тоже нет. Поэтому вот рассматривать в таком ключе я бы не стал, тем более у Ахметова сказать, что у него там какие-то проблемы на работе, да нет, у него богатейший человек, у него монополии на многие сферы промышленности. Может, это пугает президента Зеленского? Ну, может быть, пугает, но мне кажется, что-то мне подсказывают, что и сейчас найдется выход из этой ситуации. Там у нас начали появляться сообщения, что вот этот дефицит угля искусственно создан, еще там что-то. Ну, в общем, в связи с тем, что бизнес этот Ахметова, он реально в части теплоэлектростанции занимает очень большую долю в Украине, то, кажется, они считают, что они могут диктовать волю государству. Ну, вообще-то во всех странах, и мы не исключение, есть антимонопольный комитет, и если бы они хотели, они бы этот вопрос давно бы разрулили. Поэтому сказать, короче, говорить о том, что у нас там война с Ахметовым началась, по-моему, еще рано. Но Ахметов не любит Зеленского, наверное. Я думаю, что он как такой опытный бизнесмен, он такими категориями не мыслит. Любит, не любит. Никакого не притягивает. Вот у нас два года было у Зеленой команды с Ахметовым вообще все в шоколаде. У Зеленой команды? За командой. Да-да, за командой. Зеленский пересекает экватор своего президентского правления, насколько я понимаю, на встрече с журналистами, он заявил о том, что он пойдет на переизбрание. Вот эта пятичасовая встреча с журналистами, да, такая своеобразная, я бы сказал, но поскольку она была на украинском языке, я, конечно, не знаю. Ну почему же, Владимир Александрович местами переходил на русский. Ну, местами, это надо прокручивать, я так не умею. Да, но тем не менее, я так понял, что это что значит, что он считает, что он успешен, или что он считает, что он так же, как Путин, еще не выполнил свои миссии. И поэтому надо... Разные мнения по этому поводу. И информация о том, что пойдет он на второй срок, она же становится доступной, это не первый раз, они уже дали понять, что там нормально и интересно, может быть, даже интереснее, чем на предыдущей работе Владимира Александровича. Ну, видите, у нас же не так, как у вас. Вот Путин сказал, что он может баллотироваться. И все прекрасно знают, что если он захочет, и у него будет позволять его настроение, он не только будет баллотироваться, он еще и победит. Это Россия. А у нас, извините, фиг его знает, что там будет через два с половиной года. Потому что для России... Никакой стабильности у вас там нет. Да вообще просто, я не знаю, как мы живем, потому что... Странная страна, не знаю, кто у них следующий президент. В российском... Вот в российских политических циклах два с половиной года, вот особенно сейчас, ну-то ничего. Для нас два с половиной года, это просто целая жизнь. Может измениться вообще все, что угодно произойти за это время. Вот смотрите, вот такое впечатление, да, что история вокруг Донецка, отдельных областей Донецкой, Луганской областей, Украины, как говорит Путин, Украины, да, так говорит Путин, вот она все-таки превратилась в такую абсолютно замороженную историю. Вот я наблюдаю за главными игроками, да, понятно, там украинское руководство, российское, французское, немецкое, американское, и я так понимаю, что все ходят хороводом, а вот никаких продвижений нет, и все это как-то замерзает, да, там люди как-то привыкают жить в этой зоне без власти, скажем так. Почему же без власти? Ну, без власти. Мы видим там партизанские отряды, которые друг с другом воюют, да. Ну, это русский мир. Да, 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 такая зона есть, как хотите его называйте, но, тем не менее, вот, ну, это какая-то история, знаете, такая превращающаяся, и, как я понимаю, это то, что было в Карабахе, и, как я понимаю, потом оно раз, в Карабахе, и начало развиваться совершенно неожиданно. Я могу сравнить, или мое сравнение некорректно, с вашей точки зрения? Оно, наверное, можно сравнивать о том, что оно действительно может вот так вот замереть на некоторое время, это можно об этом говорить, но проводить параллели с войной Азербайджана и Армении не стоит, потому что там совсем все по-другому. И, видите, если приходит Азербайджан, а Армения уходит, то и люди меняются. То в Донецке никто не выезжает. Ну, скажем так, там нету... Ну, 2 миллиона перемещенных лиц. Нет, послушайте, я должен уточнить свою мысль. Люди не уезжают из-за смены власти. То есть, они уезжают от того, что там жить невозможно. То есть, если завтра туда возвращается Украина, они же там и останутся. Им не надо будет основной массе бежать в Российскую Федерацию. Вот. А почему оно замерзает? Потому что нет возможности подвинуть по этому конфликту Российскую Федерацию. И мы тоже не подвинемся, потому что нам двигаться уже некуда. Поэтому, ну что, будет так, как оно есть. И если вы проводите параллели, то, очевидно, десятилетия будет следующая ситуация, когда выкопаны глубокие окопы, постоянно стоят где-то рядышком заправленные танки, рядом стоят боеприпасы, патроны и так далее, и так далее. Какой-то восточный Берлин и западный. Ну а что нам остается делать? Нет, это вопрос. Ну а мы защищаемся, у нас других опций нету. Понимаете, опять же, включаешь российское государственное телевидение, они не говорят, что мы будем вас бомбить. А зачем вы включаете? А мы не включаем. А это интересно. По этому поводу вопрос. Вот вы в первой части там сказали про российскую пропаганду, российские телевизоры. Некоторые наши слушатели, и я тоже заметили, что вот так прям только про российскую. А что, украинской пропаганды не существует? А что, вот этих сюжетов, что Россия главное зло, их там нет у вас? У вас нет пропаганды? В таком, у нас, может быть, и есть пропаганда здоровой страны, но, во-первых, мы... Здоровая страна, пропаганда здорового человека. Нет, понимаешь, свои разведчики чужие шпионы. Белокурые друзья и рыжие враги. Подослушайте, если уже говорить о том, что вещает российское государство на телевидении, это даже не пропаганда, это информационное оружие, причем против граждан России. Это информационные войска, которые просто форматируют мозги людям и расчеловечивают. Они думают, что они нас расчеловечивают, но на самом-то деле они расчеловечивают себя в первую очередь. Поэтому тут параллели, во-первых, действительно неуместны. Извините, Ирина, за такую формулировку. Во-первых, у нас в стране нет монополии на информацию. То, что мы называем Россию страной-агрессором и российское государство-оккупантом, ну, какая же это пропаганда? Это факт. Там российский флаг и в Севастополе, и в Донецке. Ну, удивительно, да? Нам говорят, что там внутренний конфликт, там российский флаг, государственный. Прикол-ролл на площади Ленина, на главной стеле. Роман, подождите, но вы же не отвечаете на мой вопрос. Я вас спрашиваю, у вас пропаганда существует? Вы говорите, это пропаганда здоровой страны. Нет, ну, у нас пропаганда в каком ключе? У нас постоянно снимаются сюжеты про наших военных, которые защищают родину. Можно считать это пропагандой? Что они говорят, что мы стояли, стоим и будем стоять. Потому что это наша страна, нам отступать некуда. Это пропаганда? Ну, можете считать, что это пропаганда. Я не вижу украинских каналов, поэтому я даже не готов в этом сюжете, извините, принимать участие. Ну, и у нас, понимаете, у нас за счет того, что у нас телевидение, оно все-таки такое, оно немножко партийное, потому что именно партийное. Партийное, в широком смысле слова партийное. Да, это... То есть не монолитное, но при этом не политически окрашенное. Да, поэтому, по сути, у нас там только есть один канал. Надо было его, конечно, прикрыть вообще-то. Хорошо, что журналисты такое слышат. Конечно, конечно. Нет, они просто отрицают факт военной агрессии, а я просто, если его в России не отрицают, по сути, то когда внутри Украины это говорят, это странно. Роман, ну это же немножко лукавство. Почему это лукавство? Я посмотрел товарооборот между военным агрессором вашей и жертвой. Растет в 21-м году. Растет. Одно другое не слищает. Как не мешает? Если война, как это, вы о чем? Это гибридные войны. Ну, я тогда могу тоже сказать... Нет, нет, не гибридные войны. Вы говорите, военная агрессия. Гибридные войны у нас идут и с Монако, и с США. Секундочку. С Монако, по-моему, не было. Ну как, Европейский Союз, введение всяких налогов. Послушайте меня. Растет товарооборот. Специально посмотрел. За полгода на 8% в долларах вырос товарооборот между военным агрессором вашей и жертвой Украины. Как это может быть? Может быть. Война идет. Может быть. Алексей Алексеевич, нет, послушайте. Смотрите, давайте я тогда... Это же военная, это же не гибридная война, это война. Послушайте, давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Вот, например, в 2014 году, когда Владимир Путин отвечал на мои вопросы, говорил, что мы никогда не скрывали, что отправляем на Донбасс людей решать военные вопросы, то есть убивать нас. То из российской нефти в Беларуси производили дизельное топливо и поставляли его на, в украинские танки его заправляли, наши танки ехали туда на войну. Поэтому... Я говорю, прямой торговли. Прямой. Роман, прямой. Я тебе с трудом это... Ну, слушайте, вы же взрослый человек, с трудом представляете, война на война. Какие бабки, какой экспорт-импорт, какие машиностроительные заводы, какое... Что там еще удобрение? Я смотрел структуру. Я могу понять, вы с чего от меня добиваетесь сейчас? Я пытаюсь понять, как это может быть. Может быть, может быть, потому что это не 41-й год. Хорошо. Действительно. Хорошо, принято. Причем зарабатывают на этой торговле и ваша сторона, и наша сторона. Да, конечно. Причем, что интересно, сальдо торговли, оно в пользу Российской Федерации. Да, 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 600 миллионов. То есть это получается, что российский бизнес зарабатывает на украинской хунте, где русофобские... Российский бизнес не говорит, что Украина ведет против нее войну. Русофобские... Не, подождите. Мало ли какие-то, а американцы русофобы, и тоже торгуем, и французы русофобы. У вас что, в стране порядка, Алексей Алексеевич, нету? Получается, что нету? У нас украинская военщина. А с украинской военщиной, которая запрещает русский язык. А у нас российский военщина. Бизнес ведет торговые операции. Слушайте, да, это же, ну, совсем нельзя. Потому что когда я слышу, когда вот, получается, что вы, вот, когда надо, здесь война. А когда не надо, здесь торгуем. Вот здесь война, а вот через эту границу идут товары. А вот здесь война. А вот здесь мы воюем с этого переходного пункта, вот здесь мы торгуем и зарабатываем. Я смотрю, вы, наверное, вот нашего президента хотите довести до серьезных решений. Ну, хотя бы, чтобы он дал нам с вами интервью, нам двоим. До разрыва дипломатических отношений и так далее. Без шуток дал нам с вами роман вдвоем. Я не против. Интервью. Я готов. Уже направил, по-моему, шесть запросов. Разным пресс-секретарям, министрам. У нас их было только двое. Нет, ну, в офисы и так далее, и так далее. Послушайте, вот это единственное желание. Борисович, мне надо решить этот вопрос. Я его не понимаю. Давайте сейчас мы к нему обратимся. Я это не понимаю. Вот скажите, пожалуйста, еще одна тема. Пусть там слушатели решают, как хотят. Они там, наверное, сейчас либо вас оплевывают, либо меня оплевывают. Всех. Всех оплевывают. Это привычка такая, слюны много. История с вагнеровцами. Вагнергейт. Вот что для вас было главным в этой истории? То, что вы прочитали. Она все равно внутреннеукраинская. Как бы что ни говорили. Вот я прочитал все, что я мог. Послушал все, что я мог. Ну, смотрите, это стало фактором внутриполитической украинской борьбы. А теперь вот политику, внутреннюю политику я отодвигаю в сторону. Занимаемся непосредственно спецоперацией. Это же история, когда президент Украины пытался выполнить главное свое обещание принести мир. И, соответственно, велись переговоры, перемирия. И тут совпадает это. По времени спецоперации. С точки зрения логики, возможно, они правы. Потому что действительно намного власти Украины. Потому что на много месяцев количество обстрелов и жертв, оно же снизилось. И, кстати, сейчас тоже есть погибшие с украинской стороны. Но это меньше, чем было. Поэтому здесь логика есть. Но просто я не знаю, почему Зеленский и команда, они приняли такое решение. Вообще-то он у нас верховный главнокомандующий. И он руководитель спецслужб, которые это все проводили. Надо, когда начала проходить эта информация, когда стало понятно, что может быть скандал, должен был выйти человек, уполномоченный, сказать. Мы приняли такое решение. Потому что я верховный главнокомандующий. Точка. И сколько бы ни говорили, что у нас там хунта или еще что-то, у нас военные, они подчинены президенту. А Зеленский, он не актер. Он, еще раз, он президент государства. И было бы совсем все по-другому. А они сначала начали отрицать, говорить, что ничего не было. Сейчас это набрало таких оборотов, просто каких-то непонятных. Оно уже стало, вот я повторюсь, фактором внутренней политики. Почему-то каналы Ахметова начали эту тему просто разгонять с такой темой, что вот зрада-зрада. Зрада-позор, да. Извините, предательство. А, предательство. Я так думаю, что если бы офис президента они лучше коммуницировали и убедили общество, потому что им забрасывают и называют фамилии конкретных людей, которые якобы являются шпионами Кремля. Тут надо этих людей или передвинуть, отправить их послом, я не знаю, в Беларусь, например. Варианты есть, как бы всегда. В Россию, например, наконец-то можно посла отправлять. Владимир Владимирович предлагал. Да, слышал я. Но мы отказались. Должность вакантная. В общем, стран много. Короче, то есть, мне кажется, тут просто можно было этот скандал грандиозный, который он сейчас можно было оккупировать ранее. Ну, и даже то, что Зеленский говорил о том, что это действительно опасно. Ну, согласитесь, посадить самолет с российскими боевиками. Причем там люди, они сбивали. И как минимум один пассажирский, один транспортный украинский самолет. То есть, там вообще отпятые подонки. Преступники и убийцы. Вы имеете в виду, среди тех, кто был вакантной. Ну, они условные ваканты. Среди тех, кто... Кого они собирали. Кого они собирали. Да нет, просто чтобы слушателям было понятно. Конечно, то есть, то, что украинские спецслужбы мега крутые, они провели эту вот операцию, то есть, как они это все придумали, как люди начали сами докладывать, кого, где они убивали, хвастаться этим, присылать награды. Причем, что особо пикантно награды, подписанные президентом Российской Федерации или кем-то еще из российского руководства, это просто... А вы нам говорите, мятеж, гражданская война. Мятеж, гражданская война. Да, да, да. А медали почему-то выдается российским государством. Я не знаю. Российские граждане. Алексей Алексеевич, по-моему, здесь интервенции больше, чем гражданская война. Нет, возможно, но я хочу сказать, что те люди с оружием, и я это повторяю много раз. С российским оружием. С российским оружием, которое в Донецке. Это важно. Десятки тысяч людей, это украинские граждане. Десятки тысяч, 45 тысяч. Так говорит украинская разведка. Алексей Алексеевич, коллаборационизм... Явление, которое проявляется при любом конфликте. 45 тысяч. Мы большинство амнистируем. Да, я уже слышал, да, Ида, мы же слышали. Я не несу тут никакого двойного смысла в данном случае. Нет, я понимаю. То есть для вас это сейчас внутриполитическое продолжение этой истории, я имею в виду вот этого расследования, да, это внутриполитическая часть борьбы. В первую очередь. А что, начали президентскую кампанию? Мне иногда кажется, она у нас никогда не заканчивается. А кто у нас кандидаты, кроме Владимира Александровича? Ну, слушайте, предыдущие, все игроки. Новых не появилось? Нет. Мы не так пристально следим. За кем нам смотреть? Кроме Порошенко и Тимошенко? И Медведчука из кампании? На Медведчука можете не смотреть. Ну, от Медведчука, я имел в виду от, мы же не знаем, Бойко, кто там, я не помню. Бойко, ну, это называется кандидат во втором туре подарок для любого соперника. Я понимаю, но все-таки 25 процентов, там, 22 процента. Нет? Нет. Ну, то есть это точно проигрышная позиция. Да, хорошо. Но на кого нам смотреть? Я думаю, что вот появятся, возможно, новые лица, которые просто заявят о своих амбициях президентских. На сегодняшний день я, если честно, из тех, кто реально может побороться, это Зеленский, который сохраняет все лидерские позиции, и Петура Порошенко. А вот смотрите, на прошлых выборах, извини, я сейчас, я пытаюсь понять, я действительно не понимаю, на прошлых выборах картинка была такая, президент войны Порошенко и кандидат Зеленский, президент мира, ну, будущий президент мира. А сейчас будет какая картинка у президента Зеленского? Я думаю, что они на этом вообще не будут акцентировать внимание, потому что, ну, они врали все. Вот кто обещал мир из кандидатов в президенты, они просто все, граждан Украины, просто врали, говоря, что мы принесем вам мир. Ну, как они обычно врут, когда говорят, что мы вам сделаем дешевый газ, то тоже вранье. Ну, мы люди доверчивые, иногда ведемся. Но мир-война, это кажется, все-таки немножко другое, чем газ на 10 центов. И вполне возможно, что, тут надо смотреть просто, в каком состоянии в российско-украинском конфликте мы придем через два года, потому что вы же сами знаете, что, как вы говорите, у нас внутренний конфликт, но степень этого внутреннего конфликта, я в кавычки это слово беру, оно регулируется в Москве. Если завтра надо будет показать, что, то есть, смерти на Донбассе, это же что? Это называется политическое давление. Мы убиваем ваших солдат, тем самым говорим, что вот Зеленский не выполнил свое обещание. Ну, это цинично, это страшно, но это так. И это делает российское государство. Или может делать в случае необходимости. Ира? Да, про Зеленского еще хотела спросить тоже, он ждал эту большую пресс-конференцию, прям, да, как Путин, прям, да? Мне кажется, Владимир Александрович, во-первых, он делает перерывы, поэтому он... Вопросов таких не возникает, да? Нет, он играет дольше, дольше. У него было там 12 плюс марафона, сейчас 5 плюс, ну, то есть, очень-очень неплохо. И по итогам этой пресс-конференции как-то мне показалось журналистам украинским, ну, я так почитала, мне очень понравилось то, что Зеленский говорил. В частности, по их мнению, ну, по мнению некоторых, он не смог убедить людей в том, что выполняет предвыбранное обещание. Вот кроме мира, который Зеленский обещал, что еще он обещал такое, что не выполнил? Ну, на самом-то деле, я бы даже говорил о том, что что они сделали, сделали позитивно, вот, за что видно. То есть, это цифровизация государства. Не сделано. Нет, это сделано. Плюс вот этот проект «Былыки будивництва», то есть, действительно, вот я был пару недель назад в Киеве и в Украине ездил, то есть, строятся дороги вообще, такой бум просто. Даже не знаю, мы, вроде, танков не боимся российских, просто дороги делаются вообще. Вот, продажа земли, это абсолютно позитивное решение. И, наверное, вот если мы говорим, чего не сделал, вот в части борьбы с коррупцией, то, что называется посадки, они этим, ну, по-моему, пока, в части вот именно таких вот структурных реформ в этой степени, короче, на повестке дня судебная реформа и завершение создания антикоррупционных вот этих органов от суда, точнее, суд сверху. Прокуратура и НАБУ, вот не хватает вот этой специальной антикоррупционной прокуратуры. Ну, вот еще очень много пишут, что олигархи таки сожрали Зеленского. Ну, раз он так с Ахметовым устроил махач, то, наверное, еще не дожрали, но я не думаю, что в наших реалиях можно вот так вот категорично, вот белое или черное. Политическая борьба, она продолжается, тут просто очень важно гражданам России особенно сообщить и российским военным, что в этой внутренней политической борьбе украинская армия и нацгвардия, то есть те, кто воюет с внутренним, с внешним агрессором, они в этом не принимают участия. Это очень важно. То есть у нас не будет вот так вот, как было в 2014 году, что... Нацбатальоны вот эти, да? Почему? Которые снаряжали... Алексей Алексеевич, у нас есть национальная гвардия. Нет, я имею в виду, были нацбатальоны, которые снаряжали богатые люди, предприниматели в 2014 году. Ой, это уже все про добровольческие... А сейчас не будет, а сейчас не будет. Этого уже давно нет, это все подразделения или МВД, или Министерство обороны. Вы видите, что против граждан Украины нацгвардия не выступает? У них есть функция охрана порядка на улицах, в том числе. Там, опять, три канала закрытия взяло. Но во время боевых действий они тоже принимали участие в нацгвардии, в том числе. Ну да, я просто... Ира? Да, спасибо большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Напомню, что это была программа персонально ваша. И у нас в гостях был шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Накидайте лайк в этом видео, мне кажется, хорошо получилось. Пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok